всем привет друзья меня зовут максим и с вами снова канал про дело сегодня с вами продолжу серию видео уроков по модуль автоматической обработки прайс-листов тема этого видео будет создание категорий покажу вам как с помощью модуля автоматически создать подкатегории в магазине по прайсу и автоматически настроить их соответствие во вкладке категории и наценки данный способ будет полезен тем у кого большое количество подкатегорий в магазине и так давайте начнем перед тем как приступать к настройке вкладки общие в модуле автоматической обработки прайсов нам необходимо убедиться в том что в нашем прайсе присутствуют колонки с категориями а именно с главными категориями и подкатегориями для каждого товара для каждой такой подкатегории создается отдельная колонка в прайсе пример прайса заполненными категориями для импорта вы можете видеть на экране это необходимо для того чтобы у модуля была информация о том в какую категорию магазина положить товар из прайса номер колонок с категориями указывается в данном поле через запятую причем тут есть важный момент порядок нужно указывать всегда от младшей категории к старшей то есть сначала прописывается номер колонки самой младшей категории из прайса в нашем примере эта колонка с номером три а потом через запятую уже старшие категории и главная категория то есть два и один самое главное что вам нужно запомнить это место где указываются номера колонок и правильный их порядок для автоматического создания категории модуля необходимо сделать следующее первое нужно убедиться в том что в магазине созданы главные категории из прайса с точно такими же названиями как самом прайсе если их нет то необходимо создать их вручную через админку разделе каталог категория затем нам нужно заполнить следующие поля во вкладке общие это поле артикул поле название и поле цена несмотря на то что они нам для создания категорий не нужны модуль просто не запустится и будет выдавать ошибку о том что эти поля не заполнены если мы оставим их пустыми поэтому вы должны их заполнить и проставить там либо сразу номера нужных колонок из прайса либо пока просто поставить там любые цифры чтобы модуль не ругался главное чтобы они не были пустыми затем нам нужно заполнить строку с номерами колонок содержащие категорию товара порядке от младшей к старшей через запятую об этом я уже говорил также во вкладке категории и наценки вам нужно будет заполнить хотя бы одну строку данными например тест как у меня и выбрать любую категорию вашего магазина справа эти настройки также никак не повлияют на создание категории просто нужны чтобы модуль не ругался далее нам необходимо на вкладке общие выбрать действия создать категории теперь обязательно нам нужно сохранить форму далее нам нужно перезайти в модуль и нажать слева внизу кнопку старт далее мы указываем путь к нашему прайсу если вы все сделали верно то после завершения работы модуля в разделе каталог категории вы должны увидеть новые созданные модулем по прайсу под категория теперь если вы хотите автоматически заполнить соответствие категорий для прайса и магазина во вкладке категории наценки вам нужно выбрать действия заполнить страницу категории теперь опять мы сохраняем форму перезаходим в модуль и затем нажимаем кнопку старт и также указываем наш прайс в случае если вы все сделали правильно то после завершения работы модуля увидите что модуль автоматом настроил соответствие между названиями категорий в прайсе и в вашем магазине во вкладке категории и наценки тут стоит отметить что модуль настраивает соответствие по имени и если название каких-то категорий очень похоже в прайсе то модуль может ошибиться и настроить неверное соответствие поэтому после автоматического заполнения страниц и категорий всегда проверяйте глазами верно ли модуль проставил соответствие если где-то соответствия не задано проставьте его вручную а чтобы было меньше ошибок старайтесь не делать разных категорий с похожими названиями в данном прайсе в примере получилось довольно много похожих категорий, поэтому модуль не смог проставить правильно соответствие для всех категорий верно. Я рекомендую пользоваться данным методом только если у вас очень много категорий и подкатегорий, это просто сэкономит вам много времени. Если у вас, скажем, менее 20 категорий, то быстрее вам будет проставить все соответствия вручную. На этом все, спасибо за внимание, все ссылки указаны под видео в описании, палец вверх если вам понравилось, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно пишите ваши комментарии, предлагайте темы для следующих видео уроков. Также не забывайте делиться видео с друзьями, если оно показалось вам полезным. До скорых встреч, друзья, пока-пока!